всем привет начали заливать вчера вечером вчера вечером закончили точнее вот сегодня продолжу ушло пока четыре с половиной мешка цемента уйдет всего где-то 6 что я сейчас закончу вот хотел рассказать значит вот наши крепления которые я говорил вот эти вот резьба с гаечкой вот здесь будет идти профиль теплицы по внешней части сюда будет одеваться пластина которая будет прижимать вот с вымерением с вымеренным шагом ставим такие болтики на переднюю часть 2 и через метр через каждый ставится на по бокам значит для того чтобы фундамент у нас был прочный мы используем где-то 7 сантиметров щебенки под него на грунт прям на землю вот в яму туда засыпаем его вот можно еще предварительно песком но у нас щебень не очень чистый поэтому мы выпускаем одним слоем без песка вот предварительно его перетряхивая конечно вот пять сантиметров льется раствора потом кладется первый ряд арматуры полностью по всему периметру вот еще пять сантиметров раствора 57 и еще одна арматура вот и сверху все это заливается опять раствором вот он у нас фундамент по внешней стороне отделываем арголитом и по уровень по уровню прикрепляем его раскрепляем кирпичами выставляем по уровню вот он арголит вот наш он как показал вчерашний наш способ заливки он выдержал вот то есть он никуда не ушел вот он раскрепленный у нас кирпичиками здесь у нас внешняя сторона будет только на 5 сантиметров из земли вот на 57 поэтому нас здесь красота не интересует со стороны где у нас он видим ему его вывели ровненько вот заливка значит у нас идет щебень раствор 2 арматуры раствор вот с шагом не меньше пяти сантиметров вот часть которая вот она здесь хорошо видно выступает у нас земли наибольшей своей частью мы сюда льем бетон более высокого качества один к трем делается раствор один трем это соотношение песка и цемента вот и сюда у нас идет более чистый то есть мы не добавляем туда кусков кирпичей камней всякого хлама сюда не не шло у нас вот здесь где он у нас по земле тут полностью он набит у нас кусками кирпичей камней в общем всяким хламом вот вес будет небольшой удержать поэтому и соотношение идет один к четырем ну где-то может быть раз замеса 2 было один к пяти вот серединке там вот ну конечно желательно все промешивать вот не знаю сколько у меня ушло ну четыре с половиной мешка вот на эту часть размер у нас 3 на 8 сейчас закончу вон ту полоску и он пусть у нас неделю стоит будет вставать вот такие вот у нас изменение на сегодняшний день всем пока спасибо за просмотр хорошего дня всем садоводам